Смысл жизни И неплохо было бы еще посмотреть исторический аспект этого вопроса, потому что смысл жизни на самом деле зависит от эпохи. В разные эпохи смысл жизни был разный, как и не сран. Это связано с тем, что разное было понимание истины. Потому что смысл жизни связан с истиной, и поскольку истина понималась по-разному, то, соответственно, смысл жизни понимался по-разному. Для начала надо увидеть такую интересную особенность, допустим, посмотреть на философию Аристотеля. Если смотреть на философию Аристотеля, то ведь он сущность понимает как нечто естественное. И вообще, у него весь мир представляет собой некое естество, природу, в котором каждому отдельной сущности, как сущность понимает нечто единичное, отдельные тела, отдельные, допустим, животные, камни и прочее. Так вот, каждая такая сущность занимает определенное положение в мире. И, собственно, смысл каждой такой сущности состоит в том, что она стремится к благу. И стремление у них согласуется с тем, какова его природа. То есть, тяжелое падает, это падает и приближается к центру мира. Легкое поднимается наверх. То есть, человек стремится к благу по-другому и прочее. То есть, все имеет на самом деле свою внутреннюю цель естественную. И стремится согласно этой внутренней естественной цели. И более того, и сам Бог точно так же телесен. То есть, Бог представляет собой благо и все стремится к этому благу. Он, собственно, управляет миром тем способом, что он представляет собой цель всего мира и все стремится к Богу. И тут, если говорить о месте человека, то получается, что человек – это тоже некое природное существо. Он полностью инкорпорирован в этот мир, представляет собой такой идеальный шар. Мир конечный, идеальный шар, согласно Аристотелю. И вот в этом идеальном шаре есть некое место, которое занимают люди. Это естественное место. И у людей есть естественная цель. И они стремятся к чему-то. Все это происходит естественно. И то, в чем смысл, да, состоит жизнь. Смысл жизни состоит, чтобы быть максимально близкой вот к этому благу, да. То есть, если ты хочешь ты или не хочешь, ты все равно как бы будешь двигаться согласно своему естеству. Если ты будешь сопротивляться этому движению, то, как мы древние говорили, судьба тем, кто желает, тех, кто понимает, она ведет, а тех, кто не желает, тех она тащит. То есть, как вот хочешь, ты не хочешь, но если ты согласно твоему естеству, ты будешь все равно стремиться, да, вот осуществлять это благо. То есть, это благо, это как бы вот такая цель, которая внутри нас, а сама себя осуществляет. И как бы от нашей воли в малой степени зависит. Наша воля только может немножко противопоставляться, поспортивиться этому. А мудрая воля, она этому противиться не будет. Она будет осуществлять это вот, вот, некий внутренний смысл, да, ну, некое естественное стремление к человеку. Она будет осуществлять просто сознательно, да. И как это происходит? Это происходит таким способом, что человек становится добродетельным, да. То есть, разумность мира согласуется с нравственностью, да. И как бы будущее, быть нравственным, это означает, быть разумным, это означает осуществлять это высшее благо. Вот, как бы, человек инкорпорирован внутри космоса, он составляет часть космоса. Вот такое представление у древних, да, вот в отличности есть. Как бы цель, она изначально нам преддана, извини, как бы она тебе дана. И ты просто только и можешь делать, что просто в этом космосе, да, вот найти свое место там. То есть, и, конечно, ты его находишь, да. Там имеется в виду место в семье, место там в полисе, место в общем устроении космоса. Вот это вот, причем здесь что важно? Здесь важно, что Аристотель смотрел на искусственные сущие, на такие сущие, которые мы называем теперь вещами. Он смотрел как-то с подозрением, потому что он считал, что эти сущности... Что такое искусственные сущности? Это сущности, которым цель предали мы. Вот, например, стол, да, который сделан из дерева. Деревянность этого стола – это сущность, которая является природной. И она следует вот этим природным законам, как бы, всеобщему благу. А вот смысл стола, да, это вот наш смысл, который мы предали. У меня даже такой пример интересный есть, что если, допустим, ложи закопать, да, то как бы из-за того, что из закопанного ложа не вырастет эта ложь, а вырастет дерево. То есть деревянность, как бы, она сохранится... Что закопанное? Ложи, ложи. Деревянная ложа закопанная, из нее не вырастет ложа, а вырастет дерево. Ну, кровать. Кровать деревянная, да. Просто тут в чем смысл примера? Смысл примера того, что вот стол, идея стола, как бы, да, которую мы осуществляем в неком дереве, да, это, на самом деле, наша идея. То есть это мы, вот, как бы, мир в соответствии с нашими представлениями оформляем вокруг себя. Но, на самом деле, это не естественный смысл. А естественный смысл, он состоит в деревянности, в стихиях, допустим, в каменности и прочих, да, там. Или, если брать органическую жизнь, то в органической жизни. Или, допустим, в смысле того, что вот есть такие сущности, как луна, там, солнце и прочее. И вот тут вот возникает как раз изменение смысла вместе с историей. Возникает в связи с тем, что человек начал все больше и больше осваивать мир, и все больше и больше вокруг него становилось не естественные сущности, а вещи. То есть, что отличается, чем отличается вот сущность естественная, да, в смысле суть или от вещи? То, что в естественной сущности смысл изнутри есть, да, как бы вложен в нее природой. Есть внутренний, инкорпорированный смысл, да, вот некое внутреннее, естественное стремление, да, вот, занять свое положение в мире. То есть, тяжелый падает, легкое поднимается наверх, живой организм стремится к пище, там, размножение и прочее, да, есть внутренние какие-то инстинкты, стремления. А у вещей смысл, он предан извне, да, вот вещам, мы, мы созидаем вещи, мы, как бы, уберем форму и предаем мир. Вот взяли медь, допустим, и сделали из нее шар, это наша воля, да, это мы налагаем на мир, как бы, вот, некий, как бы, свой смысл ему предает. И вот по мере возрастания вот этого вечного мира, на самом деле, изменяется и смысл. Для того, как человек понимает смысл жизни, как он осмысливает все. Потому что, когда вот мы, когда я вот говорил о том, что человек, смысл жизни состоит в том, что человек должен сам себе придать смысл, то это на самом деле, если вдуматься, разница здесь в чем состоит? Как раз и состоит в том, что человек должен себя осуществить, как некую вещь, да, как некое произведение искусства. То есть, раньше было как, человек изначально, у него, ну, и раньше, и сейчас это так, да, потому что и, конечно, у человека есть естественная составляющая, да, вот, органическая. Естественно, она куда-то к чему-то стремится, к размножению, питанию, самосохранению и прочим-прочим вещам, к общению. То есть у нее есть некие естественные потребности, естественные устремления. Вот в духе, опять же, того же Аристотеля. Но, помимо этого, человек понимает, на самом деле, что он еще имеет свободу, и он может сверх этого создать из себя некую вещь. Ну, я о вещи тут вообще на смысле говорю, да? В том смысле, как есть различия между естественными сущностями и искусственными сущностями, такими, как вещи. То есть вот этот новый смысл, который возник в связи с тем, что вокруг нас все больше и больше вещей начали возникать, он и дал возможность человеку осмелиться и задуматься о себе, как о неком произведении искусства. Да, о себе, как о чем-то, что можно сотворить. Я вот могу сотворить стол, а могу сотворить самого себя. Я могу из себя что-то лепить. Да, у меня есть такая возможность. То есть у меня есть такая... Если я вижу, что вокруг себя я вот создал человечество, точнее, не только я там, да? Человек сейчас создает вокруг себя целый мир новый, да? Дороги строит, строит здания, изменяет ландшафты, там, выстраивает какие-то, там, не знаю, магистрали, там, допустим, проводит свет, там, и прочее, и прочее, и прочее. Человек изменяет мир, да? Он точно видит, что он творец в этом отношении. И точно так же он может отнестись самому себе, он точно так же себя может созидать. Причем это движение началось вначале в христианстве. Вот в христианстве это был поворотный пункт. Потому что в христианстве что произошло? Произошел разлад между тем, что человек в атичности, он как бы внутри космоса, внутри естества находится, он как бы изнутри находится, да? Он как бы космополит, как говорили там в 100 веке. А в христианстве человек вдруг понят тем способом, что он как бы в мир не вмещается. То есть человек не является чем-то естественным, он как бы вываливается из мира, да? Вот он больше мира. А это возникло только с христианством. Впервые христиане вдруг, ну как бы, христианство это было просто, можно сказать, симптом этого, да? Потому что это подготавливалось везде. Подготавливалось именно то, что человек вывалился из мира, он перестал естественно органично в него вписываться. Да, вот у него возникли какие-то ностальгии, какие-то чаяния возникли, которые мы сейчас назвали трансцендентом, да? Которое вот никак не вписывается в мир, его не найти, вот этих вещей. Не найти. То есть само понимание того, что человек вдруг открыл трансцендентного бога, оно именно связано с этим, что человек почувствовал себя больше мира, да? Вот он, что мир – это нечто счастное. Ну, внутри человека, как бы, тоже расщепилось, да, вот на тело, как бы, да, вот, то, что принадлежит этому миру материальному, естественно, и на то, что он назвал душой, да? То, что, как бы, не вмещается в этот мир, то, что, как бы, не от мира сего, как вот говорили. Да, я не от мира сего. Неотмирность какая-то появилась. Но в христианстве эта вот неотмирность, да, и то, что потом назвали личностью, она, на самом деле, пока фокусируется только в одной личности, да, вот, в личности Бога. То есть, как бы, и цель, как бы, человека, она состоит в том, чтобы вот в эту личность, как бы, погрузиться, да? Значит, в христианстве получается так, что уже вот возникает выпадение человека, да, вот, как нечто естественное, это из мира, да, вот, возникает вот это понимание неотмирности, да, понимать… Гусем это так вот, например, даже в гностицизме, это же не только в христианстве, это как бы было веяние эпохи, в принципе, уже в гностицизме там и понимается, что материя это зло, да, в принципе зло, и все зло связано с материальностью, а вот душа это вот начало как бы было, начало добра у нас, и вот противопоставляется материальность как бы и духовность. Вот это вот на самом деле противопоставляние, оно не иначе как берется из того, что человек, если так вот задумывался, потому что все теории, они строятся из некого внутреннего самоощущения, у человека как-то себя внутренне самоощущает, и потом на основе этого самоощущения строит какие-то концепции, там, допустим, гностические, там, крестьянские, любые. Так вот, просто человек так чувствовал, что он выпал как бы из мира, что он чувствует, что вот мир, вот его материальность, да, его присутствие в мире не полностью покрывает то, что в нем есть, что он на самом деле шире мира, что у него есть еще нечто такое вот, что как бы вот в этот мир не входит. На самом деле это чувствовали всегда, если взять все религии, то на самом деле вот это вот то, что человек как бы шире мира, да, вот как вот я так неукнуже, может, говорю, да, что вот он как бы не от мира, есть нечто в нем, что не от мира, а от всего, чувствовали всегда, но просто есть нарастание, да, нарастание этого степени. То есть вначале это понимали, может быть, отдельные там люди, да, там как-то там, потом постепенно это стало просто истиной, то есть для всех это стало уже как бы очевидностью некоторой, да, самоощущением. И вот в христианстве вот это самоощущение только доходит до того, что существует как бы одна личность, да, личность Бога, а все остальные личности, они только по стольку личности, поскольку они связаны с этой личностью, да, то есть есть такая прямая зависимость от Бога. И постепенно вот в связи с секрализацией человека вот, в связи с тем, что как бы человек все больше и больше от Бога как бы отдаляется, ну и все более и более самостоятельным становится, и можно было бы сказать, что все более и более наглее, да, вот, становится более светским, постепенно вот он понимает на самом деле, что то, что он личность, это связано не с Богом, что просто изначально он такой, что вот он не от мира, изначально такой, и что и вот эта вот его не от мирности, она на самом деле связана с его свободой. И он эту свободу может направить на то, чтобы самого себя сделать. И даже там такие пошли там self-made people, да, то есть люди, которые сами себя сделали, да, то есть люди могут сами себя сделать. То есть вот это вот, и это теперь стало вот истинной эпохи. Истинной эпохи как раз стало то, что фактически это единая тенденция, это на самом деле, да, что человек, как бы выпадая из мира, да, вот он был естественный, потом постепенно выпадая, выпадая, в итоге уже так выпал уже из мира, да, он теперь понимает на самом деле, что как бы вот он, если так можно выразиться, хозяин своей жизни, да, его может свою жизнь как-то менять. Он может ничего не делать, да, там, но поскольку у него такая свобода есть, то он должен этой свободой воспользоваться. Ну как бы должен здесь не в смысле там морального, да, а императива, а в смысле того, что ну как вот мы можем что-то улучшить, да. Мы можем жить, допустим, каких-то там, допустим, вот у каждой из нас есть квартира, можно ее, допустим, не убирать, не убирать, она в ветхость придет, да, и ничего не делать. Но можно же было каждый раз убирать и следить за этим, чтобы она была в хорошем состоянии. Здесь вот тоже такая же логика. То есть можно, конечно, ничего не делать, как бы жить так, как живется, как попало, а можно все-таки, имея свободу, да, какие-то усилия предпринять и как-то свою жизнь изменить лучше. Ну а каждый, конечно, понимает это лучшее по-своему, потому что вот единого смысла, как раньше было. Раньше этот смысл единый вот олицетворял в личности Бога, да, и как бы было единое направление, связанное с Богом, а все остальные были тростепенные, косвенные и были связаны с единым вот этим направлением, потому что именно абсолют и был истинным. А когда вот абсолютно перестала, вот такая единая истина для всех перестала существовать, то фактически теперь каждый на свой страх и риск должен вот эту истину сам для себя обнаруживать, он должен сам понимать. Причем здесь я вот как бы делаю кардинальное различие между истинным и истинной. Истина – это то, что ты считаешь правильным, да, то это та антология, как бы, которую ты считаешь должна быть, и которую ты осуществляешь, хочешь ты того или не хочешь, в своей жизни. Вот я как-то живу, и на самом деле я осуществляю некую антологию, да, в каждом моем действии, в каждом моем жизненном поступке на самом деле прослеживается то, как я понимаю, как устроен мир, или как я хочу, чтобы он был устроен, но не важно. То есть я нечто осуществляю, вот как в категорическом императиве, да, действуй так, чтобы твоя максимума могла стать всеобщим законодательством, да, то есть ей надо действовать так, как будто бы тот закон, которому я подчиняю свою волю, да, как будто бы он закон всего мира. Причем Кант имеет в виду, что надо так, чтобы этот закон не пришел к противоречии со всеми другими законами других людей. Да, здесь нет произвола. Не так, что, например, мой закон, там, я хочу, что хочу, то его врачу. Нет. То есть некий закон, который не противоречит свободе других людей. То есть моя свобода должна соотноситься с свободами других. То есть здесь возникает некая формальная этика, ну это особый разговор, но тем не менее моя свобода должна сообразоваться с свободой других. Я только тогда свободен, когда свободны другие. Если я начинаю, ну это показывает рабство, если я начинаю, допустим, вести себя произвольно, то я тем самым свою свободу рано или поздно ограничиваю. Потому что я совершаю некую насилие на чужую свободу, и рано или поздно это возмещается обратным движением. Ну и как бы получается, если как бы вот резюмирует весь этот разговор, да, вот я подошел сейчас к этому вопросу с исторической стороны, то смысл жизни в современных условиях, в современном понимании того, что представляет собой истина, а истина теперь представляет собой, она как бы спустилась с небес, и каждый отдельный человек стал своей истиной. Она состоит в том, чтобы осуществлять собственное вот это вот понимание истины, то есть осуществлять собственную идею какую-нибудь. То есть сам, самому себе придать смысл. Поскольку каждый человек отдельно теперь истинно, поскольку он каждый отдельно сам свою онтологию строит, эта онтология может быть не обязательно для каждого отдельного человека, она может быть для группы людей. Допустим, группа верующих христиан, да, у них одна онтология, они в этой онтологии живут, они приняли, что это истина, они считают, что в этом состоит смысл жизни, они ее осуществляют. Там группа людей, которые там буддистов, там, там, мусульман и прочего, у них как бы общая онтология, они живут в неком едином осуществлении того, что называется смыслом жизни. Но есть какой-то светский человек, да, там, вот, у него свое это понимание, мироустроение, и он осуществляет это, свое миропонимание. Бандитская группа. Бандитская группа, это тоже может быть, почему нет, конечно. Но факт состоит в том, что на самом деле, самая главная проблема состоит в том, что нету теперь общей для всех истины, да, вот, нет такого абсолюта, в котором можно было уплывать и который мог бы дать нам общий смысл. В христианстве он еще есть, да, такой абсолют. В наше время, да, вот, в наше время такого, такой общей истины нету, да, вот, и каждый должен на свой страх и риск эту истину искать. И либо примыкать к тем истинам, которые уже существуют, допустим, отдельного рода религии, там, допустим, науки, там, какие-то, там, допустим, общественные действия, да, но есть какие-то исторически созданные способы осмыслять жизнь, да, можно просто примкнуть к ним, да, там, допустим, прочитать какое-то философское произведение, а там будет написано, что смысл жизни состоит в том, чтобы, там, плодить детей, да, ну, и плодить детей, там, или еще что-нибудь такое. То есть можно просто попытаться, как бы, самому ничего не придумывать, да, примкнуть к тем уже способам осмысления жизни, которые существуют. А можно вообще ничего не делать. Но здесь возникает такая вещь, как не алиби в бытии, да, это не мой термин, это термин Бахтина. Он состоит в том, на самом деле, осуществляешь-то некий смысл, хочешь ты этого или не хочешь, ты все равно, на самом деле, живешь. То есть ты все равно, на самом деле, принесешь некий смысл. Ты можешь вообще даже просто лечь, и все равно это будет некий смысл. То есть на самом деле мы не можем не осуществлять смысл, обязательно осуществляемый. Поэтому мы не можем, на самом деле, не выбирать смысл, да, мы не можем, как бы, вот, как бы довериться чему-то, да, и плестись. На самом деле даже, вот у Сартера это тоже хорошо сказано, в работе «Экзистенциализм – это гуманизм», там он как раз и говорит, что на самом деле мы всегда выбираем, да, желаемый того или нет, мы всегда находимся в ситуации выбора. И даже если, допустим, ты куда-то идешь, у кого-то вопрос спросить, что поскольку ты идешь, допустим, к священнику, ты уже тем фактом, что ты идешь к священнику, уже определенный выбор сделал. А почему ты не пошел, допустим, к светскому человеку, а почему ты не пошел, там, к своему другу, там, или еще к кому-то, да, то есть на самом деле в каждом нашем поступке всегда проглядывает этот выбор. Мы вообще, этот выбор осуществляется каждую секунду, можно сказать, да, почему ты это сделал, а не это, почему ты это слово сказал, а не это слово, да. То есть мы за все, это не означает принять свою жизнь, за свою жизнь полную ответственность за все свои поступки, и вольные, и невольные, да, за все принять ответственность, и все рассматривать, как свое. И то, что связано с бессознательным, и то, что связано с сознательным, все свое. Все это твое. И вот это все твое надо как-то разумно этим распорядиться. Это как бы, можно было бы так сказать, есть некое хозяйствование. Раньше говорили о домостроительстве Бога. То есть Бог как бы устроял как-то мир, как бы, и управлял им таким способом, чтобы привести к какой-то своей цели. Домостроительство спасения там. Ну, домостроительство спасения, да. А теперь точно так же. Если нам встретится каждого отдельного человека, каждый отдельный человек строит некий мир, и он в нем как бы бог, и он определенного урода может этот мир как-то им управлять. Он должен определенные усилия вкладывать в него, деньги вкладывать, допустим, что-то еще осуществлять. Если он ничего не будет делать, если он просто будет лениться, соответственно, и мир его будет такой бедный и несчастный. То есть на самом деле мы ответственны за все, что у нас есть, и за все, чего у нас нет. То есть так вот, так устроено сейчас. Каждый из нас – бог своей антологии. Вот в этом состоит, собственно, смысл жизни. То есть смысл жизни, если еще раз резюмирую, состоит в том, чтобы взять некий смысл его осуществить. Или другими словами, смысл жизни состоит в том, чтобы сделать из себя некое произведение искусства. То есть как бы ваять из себя нечто, некую форму. То есть взять ее, решить, что, допустим, смысл жизни будет состоять занятие философией. И осуществить. Или смысл жизни, допустим, будет состоять, чтобы написать книгу, осуществить. Смысл жизни будет состоять в том, чтобы жить в семье, несчастливо, и осуществить, и так далее. Причем самое интересное, что мы не можем отказаться от этого. Если мы отказываемся от этого, то это тоже некий смысл. Отказ от осуществления некого смысла тоже является неким смыслом. И более того, даже если мы не понимаем, в чем смысл состоит, а некую жизнь осуществляем, это тоже ведь некий смысл. То есть на самом деле, всю нашу жизнь пронизывает эти смыслы. Либо мы с ними работаем и пытаемся их направить, пытаемся их осмыслить, пытаемся их выстроить в нечто цельное. Либо мы просто живем как попало, и эти смыслы сами по себе живут и как-то там осуществляются. И здесь, кстати, возникает проблема манипуляции. Она связана с тем, что в силу того, что исторически складывались определенного рода тотальные смыслы, их сложилось, допустим, религиозные тотальные смыслы сложились, или, допустим, философские какие-то тотальные смыслы сложились. Из-за того, что их как бы много, то фактически речь идет о том, что человек должен всегда понимать, какой смысл он осуществляет. Потому что может так случиться, что тут возникает манипуляционная составляющая, что ты как-то некий смысл осуществляешь, а на самом деле тобой манипулирует. Это не твой смысл, а как бы нечто, нечто вот это существующее, некая тотальность тобой завладела, и через тебя проводит определенного рода смысла. Ну, например, я пристал, например, к христианам, допустим, к какой-нибудь христианской секте. И на самом деле я даю свою жизнь этой христианской секте, и эта христианская секта через меня осуществляет свой смысл. Но меня уже как бы нет, да, то есть я просто полностью, я стал как бы единицей какой-то, да, вот в этом движении. То есть смысл он нечто большее, некая вот христианская секта, она вот свой смысл осуществляет. А я только в нем уже как вот винтик, да, как говорят. То есть, и, не, конечно, я могу выбрать и сознательно сказать, пусть я винтик, я, это мой выбор. Но часто случается так, что ты винтик, а на самом деле не понимаешь, что ты манипуляруешь, что это не твой выбор. Вот надо вот как-то в определенный момент все-таки осознать, твой выбор это или не твой выбор. Ты находишься в некой ситуации жизни своей, и думаешь, это вот мой выбор, да, это вот я выбрал быть таким. Или все-таки кто-то выбрал меня, да, или все-таки кто-то в силу манипуляционных каких-то вот эффектов, да, мной манипулирует и ведет меня к определенному роду смыслу. Такое тоже может быть. И поэтому, как бы, задача здесь многосложная. То есть, задача сейчас состоит в том, что мир стал, как бы, вот он распался на дискурсы. И на дискурсы в смысле, как бы, глобальные, да, там, типа, там, политика, там, философия, там, искусство, там, наука и прочее, прочее. Религия, да. И на дискурсы в смысле локальный, да, вот локальные дискурсы, как бы, вот, способы жить, да, вот, некие проекты жизни. Допустим, нам рекламируют по телевизору, какие проекты жизни, как надо жить, Дом-2, вот так надо жить, или какой-нибудь фильм, показывают фильм, какой-нибудь убийца, благородный себя благородный, много людей убивают, но он такой благородный, вот другая жизнь, быть благородным убийцей. Ну и каждый, условно говоря, человек, который, теперь так получается, что каждый человек несет некий свой проект жизни, как можно ее устроить, вот он этот проект как бы рекламирует, и чем выше он поднимается, тем этот проект становится как бы более весомым. Ну и, соответственно, если этот проект по телевидению рекламируется, то он как бы самый, получается, весомый, да, и там проекты жизни каких-то кинозвезд, киноактеров, каких-то там, ну всякого рода вот таких, вроде, ничемных людей, они почему-то там для людей, это там вот, кажется, что вот это самая замечательная жизнь, да, вот они недавно называются звезды, да, это тоже здесь вот интуиция такая есть, да, вот, вот к чему надо стремиться. Раньше стремились к звездам, а теперь вот надо вот таким звездочкам стремиться к зимнам. Вот надо как бы вот видеть вот это, все-таки рефлетировать и понимать, на самом деле, да, что это вот эти проекты, как вот сейчас, можно сказать так, есть некий рынок проектов того, как может человек себя осуществить. И вот на этом рынке надо понимать, на самом деле, что тебе пытаются что-то продать, и может быть продают только низкого качества, надо это тоже все как бы понимать. То есть, теперь нельзя уже просто так вот, увидев что-то, да, и посчитать, что вот это вот правильный проект, да, и надо его осуществлять, надо вот к всему этому относиться критически. То есть, от человека требуется огромная работа. В принципе, современное понимание жизни, оно требует активизма. Пассивное понимание жизни, вот как раньше было, да, человек рождался в крестьянской семье, и он как бы, у него кругозор был маленький, вот как бы там, ну допустим, там, там, соседние какие-то там села, там, лес там какой-нибудь, да, речка. И все, вот весь кругозор, и может быть за всю его жизнь никаких событий-то и не происходило. Там, приедет какой-нибудь, заезжий купец, огромное событие, там, вселенского масштаба для него. Вот все события, какие в жизни случаются. Ну, понятно, там, свадьба, рождение ребенка и прочее. То есть, человек живет некой законсервированной жизнью, да, в которой ничего не происходит. И в этой жизни можно вести себя пассивно, да, потому что там все заведено, за тебя все решено. То есть, человек осуществляет некую жизнь, да, вот, некий проект жизни. И, в принципе, как бы от него не требуются усилий, за него все решено заранее. Он, там, связан определенными, это, кровными узами, там, с другими родственниками, да. И если он, в принципе, соблюдает некие, там, нормы, да, во всех этих связях, там, правильно соотносится со всеми людьми, то он, как бы, вот, нормальный член рода, да, и больше от него ничего не требуется. То есть, быть членом рода этого достаточно. А теперь, на самом деле, так не получится. Не получится, что ты пассивно будешь сидеть, и тем самым, как бы, что-то получится, да. Приходится быть активным, надо постоянно что-то делать. Как на рынке труда, вот, есть некая конкуренция, да, то есть, кто лучше предложит свои услуги. Вот, я вот это могу, я мне язык знаю, да, я, там, вот это и вот это, да. То есть, здесь так же, только ты должен, ну, к этому надо относиться к самому себе, так. То есть, вот, есть много проектов, которые ты можешь осуществить. Если у меня есть свобода, я могу стать ученым, там, монахом могу стать, там, не знаю, семьянином, там, могу, там, могу, там, поехать, допустим, в Америку, там, допустим, в Америке что-то делать. Я могу оставаться здесь. То есть, много всяких возможностей, связанных с тем, кем стать, и связанных с тем, куда поехать, как с собой распорядиться. И вот, во всего многообразии этих возможностей, надо как-то суметь сориентироваться и принять на себя ответственность за тот выбор, который выбираешь. Ну, еще маленькая добавка насчет вот хозяйствования, да, что надо относиться к своему жизни, к своей жизни, как к своего рода хозяйству. Что в нашей жизни, на самом деле, вот, как, если вдуматься, в нашем хозяйстве нет ничего лишнего. Да, вот, нельзя так рассуждать, например, что вот есть хорошие черты характера, да, там, допустим, там, ну, какие-то, там, кто-то, там, кто-то, там, кроткий, там, кто-то, там, смелый и прочее. А вот есть, как бы, плохие, кто-то, там, бывает злой, там, жадный какой-нибудь, там, и прочее. О, это хорошая пусть продолжает. Да, что надо, на самом деле, какие-то вот свои хорошие черты развивать, а вот свои плохие надо черты отсекать, с ними бороться и прочее. Так вот, если относиться к своей жизни, как к хозяйству, то, на самом деле, это не так. На самом деле, правильное отношение состоит в том, что надо использовать и свои, в кавычках, хорошие, и свои, в кавычках, плохие качества для единой цели, да, для устроения некоторого своего мира. На самом деле, если думать, мы часто завидуем, и вот наша зависть, на самом деле, позволяет нам себя самих стимулировать для того, чтобы что-то делать. Допустим, мы увидели человека, допустим, достойного, да, он... Ну, будем бы. Ну, скажем... Который классный играет на вертопьер. А если нет зависти, что делать? Не, ну, я сейчас просто расскажу, допустим, про зависть, да, допустим, мы увидели, что человек, допустим, выдающийся музыкант, или, там, выдающийся, это, ученый или философ, и нам его история, да, нам понравилась. Да, и мы увидели в неком... Мы пытаемся создать вот такой же проект. Нам этот проект понравился, мы хотим его реализовать. И нам зависть помогает, на самом деле, двигаться. Особенно, если этот человек рядом находится, и нам есть чем сравнивать, да, вот двигаться в этом направлении. Или, допустим, мы соревнуемся со своими, там, сверстниками, да, там, кто лучше, кто больше и прочее, кто, там, достиг, допустим, каких-то, там, в областях каких-то больших успехов. То есть это все, вот это вот соревновательность, зависть, да, вот эта вот конкуренция, да, и все вот эти способности, да, и злоба, и прочее, и прочее, все это служит жизни, да, все это служит для того, чтобы самого себя куда-то вверх поднимать. Потому что на определенном этапе, на определенном этапе, мы понимаем, что вот все эти вот первоначально, быть может, глупые, да, страсти, они, на самом деле, помогли нам, это, вырваться куда-то там, ввысь какой-нибудь, да, с позиции этой выси уже, может быть, мы можем в лучшей степени и больше управлять своими страстями. Причем, как бы, это не особенно моя мысль, на самом деле, об этом много говорит Ницше, да, вот Ницше говорит, что, как бы, вот в экономии жизни, да, надо на самом деле все использовать ради жизни. И все, на самом деле, более того, сама жизнь все это использует ради чего-то, ведь в самой жизни, вот, все же это зачем-то нужно, зачем-то нужна злоба, зачем-то нужна коварство, жадность, там, тщеславие, все же зачем-то это нужно. Вот, например, тщеславие, да, казалось бы, какая плохая и низменная черта, но тем не менее, благодаря тщеславию многие люди пытаются стать лучше, да, они, как бы, если когда их люди хвалят, им это нравится, допустим, у них возникает желание стать еще лучше и стать еще лучше, да, и получается, что вроде такая страсть, вроде такая мелкая и плохая черта характера, она на самом деле помогает самого себя развить. И более того, я вот, когда изучали сознание, я изучал сознание, мы изучали сознание, когда я попытался понять, что такое воля, то на самом деле ведь воля действует следующим образом. У нас есть какие-то внутренние устремления, да, некоторые внутренние, внутренняя генерация определенного рода, как бы, устремлений, да, там, которые можно было бы назвать, там, эмоциями, страстями, там, стремлениями, там, интересами и прочее. И воля состоит только в том, и единственное, в чем может состоять, чтобы выбрать между ними, да, чтобы, например, одни погасить, а другие усилить, допустим, если мы считаем, что тщеславие почему-либо нам не нужно, там, тщеславие мы гасим, допустим, а другую какой-нибудь, там, благородство, допустим, развиваем, да, в этом состоит воля. То есть воля всегда есть нечто, что вторично, по отношению к тому, что есть. Воля не может в нуле, как бы, жить, да, воля должна уже, она может только там развиваться, где вот уже есть что-то. Сначала порождается некая генерация внутренняя, а воля уже потом из этой генерации может что-то выбирать, либо усиливать, либо подавлять. Так вот, с точки зрения смысла жизни, мы должны понимать, на самом деле, что мы хотим достигнуть некой цели, да, если у нас есть внутреннее к ней устремление, то нам достигнуть этой цели проще, если мы это устремление оседлаем. Не важно, какого оно знака, с точки зрения социальности, плюс, минус, это же не важно. Важно, что нам, вот эта внутренняя энергия, она помогает нам достигнуть результата, и это главное. Потому что достигнув этого результата, мы пересаживаемся, допустим, на другую страсть, допустим, с помощью тщеславия мы достигаем, становимся лучше, да, там, допустим, заставляем вот написать книгу, допустим, я хочу заставить себе написать книгу, я сажусь на эту страсть тщеславия, да, и сам себя подогреваю для того, чтобы этим заниматься. Или, допустим, мы вот в видео это выставляем, все, зачем? Чтобы вот так внутренне, вот, чтобы подогревать это тщеславенненькое внутреннее, да, чтобы самого себя заставлять двигаться дальше, становиться лучше, как бы, к чему-то как-то совершенствоваться и развиваться. Но я внутренно понимаю, что вот все эти страстишки, они на самом деле только способы, да, только средства, те вот коняшки, лошадки, да, ослики, которые меня куда-то везут. Потому что я сам, конечно же, с ними себя не ассоциирую. То есть отдельно есть мои лошадки, да, вот мы говорили о том, что вот есть, как бы, естественная база, вот наша, наша база, да, вот, и наша некая естественность, некая наша вот тело, наш организм, да, вот мы, как бы, вот этот вот организм должен использовать. И все возможности, какие у него есть, вот, допустим, лошадки тщеславия, лошадки, там, злобы, лошадки с какой-то страсти, скажем, там, смелости, не смелости, какие там страсти добавят еще. Ну вот у меня, допустим, весит растишка, что я там часто очень гневаюсь Но этот гнев же тоже можно использовать во благо Не всегда это получается, конечно Поэтому надо уметь как-то иногда, может быть, увидеть, что вот этот гнев уже переплёстывает какую-то меру и уже идёт во вред Единственный факт состоит в том, что относиться надо ко всем своим внутренним способностям и возможностям очень рационально Надо к ним относиться как к хозяйству, которым надо распорядиться рационально И если нас христианство учит, что надо вот все в себе страсти плохие уничтожать, искоренять, а как бы хорошие оставлять, то это на самом деле неправильное отношение к жизни Ты говорил то же самое, я тебе привела примеры святых отцов, когда как раз про гнев говорилось, что да, это хорошая вещь Просто пользоваться этим не во вред окружающим, а направлять правильно Ну, в любом случае, христианство всё-таки относится к многим страстям, ну, если скажем так сказать Может быть, не богословское христианство, а обычное христианство Оно считает, что некоторые страсти надо просто искоренять На самом деле, искоренять страсти, она требует фактически искоренять жизнь Слышите? Да, чудо-руди Искореняя страсти, мы искореняем жизнь Потому что жизнь, она и состоит в том, что есть некие внутренние импульсы А в чём смысл этих импульсов? Потому что это и есть жизненная энергия Как она бьётся? Она раздается некая генерация жизненной энергии Которая проявляет себя в виде тщеславия, обиды, зависти и прочее Это некие просто краски, которые эта энергия приобретает благодаря тому, что она вырабатывается Просто она вырабатывается в связи с какой-то ситуацией Эта ситуация, допустим, ситуация обиды Другая ситуация, это вырабатывается внутренняя энергия Энергия за злость или зависть, тщеславие Но одна и та же жизненная энергия И надо же уметь ей распорядиться Выплёскивается энергия и давайте её мочить А что потом останется? Если мы будем всякий раз мочить тщеславие, когда возникает тщеславие И всякий раз будем мочить злобу, когда возникает злоба Не получится ли так, что у нас все наши страсти замкнутся одна против другой? У нас будет одна страсть какая-то, допустим Уничтожение страсти Да, мы будем всю жизнь заниматься только уничтожением страсти А вообще смысл этой жизни будет состоять Смысл этой жизни будет в том, чтобы не жить, что ли Чтобы просто сидеть и самого себя мочить постоянно И как только что-то проявляется у тебя, сразу тут же отсекает Тогда не будет никакой жизни Будет просто застой какой-то И если посмотреть на многих христиан Они просто представляют собой своего рода мумии Которые сами себя мумифицировали Закрылись от мира, отсекли все от себя И живут в неком таком коконе Но это же на самом деле самому себя заживо похоронить Ну и вообще в христианстве такая тенденция к смерти она есть Самому себя уже заранее здесь похоронить Уже здесь стать ангелом Потому что христиане почему-то считают, что они знают, каким человек должен быть И они считают, что вот надо вот Плохое как бы от себя вот так отсечь Как будто бы они знают, где линия проходит между плохим и хорошим Да, вот что интересно Как будто бы загадка человека как будто бы уже разрешилась Как будто бы стало ясно Сначала определил что такое плохое, а потом его мочат Ну сам факт состоит, что проблема христианства состоит в том, что они заранее знают Как можно человека расчеленить Да, по какой линии пройти, где хороший отличить от плохого На самом деле такой разграничительной линии нет Да, у нас есть единое хозяйствование И мы должны этим хозяйствами распоряжаться Если в нашем хозяйстве есть злоба, ну надо использовать эту злобу И многие ведь используют, например, на войне Как хорошо, если у человека есть злоба, да Или в спорте, допустим, да Ну и также точно с какими-то другими страстями То есть просто надо Ну это я обсуждаю какие-то стандартные страсти А сейчас-то ведь есть как некие внутренние импульсы Которые даже обозначить никак не удается Есть какая-то ностальгия, да Допустим, у меня есть ностальгия какая-то такая Странная вещь, да И чем бы я ни занимался, я всем не удовлетворен Я понимаю, что как бы может быть это ностальгия Просто вот некая энергия, которая выплескивается из меня И она не имеет просто наименования Мне ее никак не обозначить Но тем не менее я использую ее для того, чтобы чем-то вообще заниматься Чтобы вообще пытаться что-то сделать, да Чтобы как-то пытаться что-то осуществить Просто я ее направляю как бы, да В определенного русла Всю эту энергию Вот в этом состоит воля, да В этом воле состоит то, чтобы вот использовать эту энергию Ну и конечно есть чистые использования воли, да Когда на самом деле безотносительно всех этих внутренних импульсов Можно как бы увидеть какую-то цель И к ней стремиться На самом деле есть конечно проблематичность Возможно ли такая воля? Возможно ли вообще полностью оторваться от базы, да, естественно И полностью как бы строить, как бы, ну что называется На чистом основании, да Без всяких вот этих внутренних каких-то выбуждений импульсов Без всякого интереса, да Вот найти, увидеть какую-нибудь цель там И к ней стремиться независимо ни от чего Возможно это можно сделать Возможно это сделать нельзя Это на самом деле, если честно, там это сразу вот так вот не ясно Потому что здесь проблема как раз и возникает Отрыв от самого себя Да, если долго двигаться в таком напряжении, да Если все свои импульсы как бы направить на какую-то такую цель Которая непонятно зачем тебе нужна Нет тебя Ну предположим, что какой-то человек, который совершенно как бы не может в себя встроить в христианское мироощущение Вдруг посчитал, что христианство это самая последняя истина И вот ему надо со всем своим скарбом, который он имеет Допустим, многообразие страстей, да Какого-то там внутренних каких-то импульсов, да Ему надо вот стать святым Вот представьте себе Он сам по себе изначально как бы монстр, да Такой вот просто И вот ему надо стать друг ягненком Ну как? Вот как ему втиснуться в эти пропуску в ложу? Ну вот я вот о таком и говорю примере Возможно ли это вообще? Возможно ли так вот себя перековать? Потому что Нельзя тут опять же Переклёстывать В ту ситуацию, что считать, что человек всё может Тут ведь тоже не так То есть несмотря на то, что человек как бы творец, он всё равно всего не может Он ограничен в буквальном смысле То есть не может, мне кажется, монстр стать ягненком Наверное, всё-таки это невозможно Если он монстр, значит он должен смириться с тем, что он смирится Хорошее оправдание для убийц Это не я правду Это не я правду Я сейчас на самом деле высказал позицию Нет, если честно, я позицию Ницше сейчас высказал То, что я говорю про монстров там и про... Это всё позиция Ницше Ницше тоже пытался размышлять на эту тему, да Что представляет собой жизнь И как бы он первый заметил, что христианство неправильным хозяйством жизни распоряжается Почему бы он выступал против христианства Именно в том, с той точки опорной Что христианство пытается искоренять часть жизни Какая-то часть жизни почему-то христианству считается неправильной, да Вот жизнь развивается как-то Она живёт как какая-то сеть Она использует все возможности, чтобы двигаться куда-то, да Ну пусть бессознательно, но тем не менее А христианство считает, что вот одни возможности надо отсечь почему-то, а другие возможности оставить, да Из каких-то других соображений Вот против вот этого заблуждения, собственно, не выступал Ницше Именно в этом вопросе он как бы и проклянул христианство Что христианство именно против жизни идёт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok